Одному поулыбалась, мужичку второму, он мне коктейль купил, и все, и пошло-поехало. Раздача колбасы за все эти годы. Мне доставляло удовольствие, что я веду себя как сук. Почему так? Почему наркоманы употребляют соль, для меня вообще загадка. Люди же меняются на глазах, они зубы выпадают, плохо выглядеть начинают. Я вот так сижу, я понимаю, все, вот это я искала всю жизнь. Я хочу быть пожизненной амфедроновой наркоманкой. Мы абьюзили, закрывали, избивали. Он обычно мне пишет, люблю тебя, не могу, потом тварь сдохни, ну вот как бы вот это колебается. То есть это было групповое изнасилование, давай все своими именами назовем. Я поняла, что у меня такая дыра внутри. Вообще никто не встречался, кого можно было безвозмездно любить. При том, что он до этого тебя ударил прямым в лицо. Я вообще подумала, что мне глаз выбили. Ну да, почти вылезло в окно, ну да, такой солевой адекват. Когда ты приходишь и рассказываешь все, что на душе незнакомым людям, тебе становится легче. Добрый день. Продолжаем рубрику интервью. Сегодня у меня очень интересная гостья. Анастасия Наточий. Девушка, финалистка шестого сезона шоу «Пацанки». Думаю, представлять не надо. Это новые ученицы Школы Леди. Путь преображения начинается прямо сейчас. От сигарет мне очень тяжело отказаться. Одну слезу пустила, одним глазом. Немножко так повеселилась. Мы поговорим о непростой судьбе, о том, что происходило на самом шоу, о Настиной алкогольной и наркотической зависимости. Более того, разберем темы, которые никогда не были озвучены в публичном пространстве. Тем не менее, я считаю их крайне важными и крайне интересными. Спасибо тебе огромное, что пришла. Мы решили начать не с шоу «Пацанки», не с зависимости. Вот достаточно болезненные для тебя темы. Твои отношения с мужчинами. Я уже отчасти знаю, что ты столкнулась с абьюзом достаточно тяжелым. Поделись, пожалуйста, своей историей, как это было. Сначала хочу тоже вас поблагодарить. Очень хотела клавой, честно, прийти, поделиться. Только не говорит, что выросло на моих фильмах. Да. Я вот как включаю в ютубе и прям не могу. Опять эта борода мне последует. Я понял. Вот. Да. У меня так получилось, что так как родители меня оставили, я была более-менее в свободном плавании. Это с какого возраста у тебя плавание началось? Хочешь у меня спросить? Ну, вообще, папа ушел, я была маленькая, все. Мы семью коснемся, вот именно свободное плавание, вот это безнадзорность. Я думаю, 13 лет вот я такая прям была. Уже гормоны ударили в голову. Да, все, уже парни как бы в голове. И на моем пути появился мальчик, это 14 лет, это вроде первая любовь, это класс, это красота и в принципе мне так и казалось в начале. Но я уже видела, что это из разряда плохие парни. Боксер там ходит, что-то ворует. Ну, вот такой крутой парень. Ну, вот у нас как-то было заведено у девочек, что нам хорошистка нравятся плохие мальчики. А ты хорошо училась, да? Ну, я была хорошисткой, то есть у меня страдало иногда поведение, но я достаточно хорошо училась. Но вот эти плохие мальчики, они меня отвлекали. То есть классика жанра, барышня и хулиган. Да, он забил меня, сказал, что все, я его. И он ходил со мной, за мной, я вот как сейчас помню, с боксерскими перчатками, вот так мы садились на скамейке. Он убил меня и говорит, ну, пока ты не начнешь со мной встречаться, я тебе не отстану. То есть, абьюз начался сходу. Да. Как обычно, жертвы говорят, так хорошо ухаживал, ни за что бы не догадалась. Тебя тюкать начали просто сразу. Ну, ты еще, понятно, ребенок, 13 лет, наверное, нет понимания, как выглядит нормальное ухаживание. Есть такой вот брутальный парень, агрессивный. Я же вообще не понимаю, у меня же нету прототипа семьи, я вообще не понимаю. Ну, да, он агрессивный, как бы, но зато он такой сильный, он будет меня защищать. Мы будем крутые, с ним ходить по району. Ну, вот все девочки в этом мечтали. То есть, повелась на статус? Да, я повелась. И вначале, в принципе, у нас были неплохие отношения, я бы не сказал, что вначале прям был ужас. У него проскальзывало вот эти мотивы, что он меня очень ревновал, у меня, я не должна была за партой сидеть с мальчиками, я не должна была общаться с мальчиками. То есть, вот эти начались... Ну, то чтобы он мальчик отлупил бы. Да, он и меня, и мальчик. Один раз было, я мальчика спросила просто своего одноклассника домашку по математике. Вот тогда вот он меня первый раз залупил ногой в голову. Вот прям вот с этого у нас началось. Да, то есть, вот такие отношения. Хотя это было сколько? 15 лет. Не знаю, мне казалось, что это нормально, что я этого заслуживаю в тот момент, потому что мне не показали свою ценность, как девушке, что такое недопустимо. И я ни с кем этим не делилась. И что случилось? Вообще, он как бы травку покуривал. Я один раз попробовала, я вообще не понимаю, что такое. Я думаю, так, пошли вы в жопу, я занимаюсь танцами, у меня учеба, у меня то, я это не уверена. Ну, вот один раз попробовала, что вообще, не удовольствие, ничего плохого стало. Я вообще не поняла, вообще, вот просто он мне дал косяк, я курю, 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 курю. Я не понимаю, что они тащатся от этого и почему им хорошо. Вот, я этого совершенно не поняла, я поняла только одно, что супер, значит, вот все-таки моя цель это развиваться и к наркотикам я не дотронусь. Вот, а потом у него уже он начал употреблять, какую-то химию нюхать, я не знаю точно, но у нас как-то по-другому это все называлось. Ну, я думаю, амфетамин, наверное, ну, что-то из этого. Ну, это скорости называется. Да, вот он что-то на скоростях. Спортсмены любят, они сушатся на этом, тренировки могут дольше осуществлять. Многие, кстати, бойцы невидимого фронта, вот эти, которые на ващебазах турниры устраивают, а не официально, вот они постоянно на допингах подобного рода. Вот, ну вот и он начал, и вот тогда он полностью изменился, просто, ну, это был какой-то невменяемый человек, действительно, мне стало очень страшно, потому что, ну, меня и закрывали, меня и били, и в это постоянно нервы, его постоянно нужно откуда-то забирать, он невменяемом состоянии. И проблема в том, что, и его мама на меня тоже звонит, говорит, ты его девушка, ты его забирай, ты из этого... Вот тебе 15 лет. Да, да, все на меня вот просто. А я-то, мне взрослый человек говорит, что это моя ответственность, и я думаю, ну, наверное, действительно моя ответственность, ну, как бы, это вроде мой мальчик. А ты хотела уйти из этих отношений? Конечно, то есть эти отношения 6 лет продлились, 6 лет до 20 лет. Застрелиться. То есть, случилось это так, что в один момент я понимаю, что нет, мне нужно действительно уходить, только я понимаю, что мне нужно просто уезжать. Можно я только несколько моментов уточню, вот за все 6 лет были какие-то хорошие вещи, или тебя там абьюзили, закрывали, избивали, все запрещали. Хочу, врачу 6 лет надо было терпеть, только на страхе? Да не только на страхе, нет, были какие-то приятные моменты, мы вместе ездили отдыхать, да, на море, но все равно, вот мы даже ездили на море, все равно мы ездим с друзьями, мы ехали с друзьями, друзья сказали, с нами больше не поедут, потому что мы там поругались, он меня опять при них избил. То есть, у меня уже начинал при всех избивать, и ему никто не мог сказать, потому что его все боялись. То есть, ко мне так лично подходили, говорили, там, Настенька, успокойся, все нормально, а ему никто ничего сделать не мог. И было, конечно, когда-то хорошее иногда, но вот из-за того, что он употреблял, и у него, вот, видимо, что-то было с психикой, я не знаю, в какой момент это у него случилось, все, у нас полетело, все. Еще один вопрос, можно я спрошу, вот он тебя бьет, у тебя же синяки, какие-то следы, вообще никто не интересовался, что с тобой, почему-то синяя. Нет, у меня были вот иногда синяки, руки постоянно, нет, как-то, ну, как-то я танцами занималась, думали, может, там где-то ударилась, то это как-то. Что это за танцы такие, боевая капоэра? Ну, там, щип-хоп, мы, знаете, там всякие делали. Щип-хоп, тверк, да. Дорогие друзья, в ближайшие дни стартует следующий поток нашего курса для созависимых. Для кого он? Если ваш родственник страдает алкогольной, наркотической, игровой зависимостью, вы находитесь в абьюзивных отношениях, курс обязательно вам поможет, он для вас. Я полагаю, что вы много раз пытались помочь своему родственнику, оплачивали долги, подлечивали, вытаскивали из тюрьмы, выгоняли из дома и, соответственно, испытали весь спектр негативных эмоций. И обиду, и тревогу, и страх, депрессивное состояние, чувство разъедающего вас бессилия. В вашей жизни было все, кроме одного, кроме результата. Давайте теперь поработаем на результат. Вас ждет пятинедельный углубленный курс по работе с созависимостью. 10 индивидуальных сессий с специалистами. Онлайн-лекции, в том числе и с моим участием, и онлайн-групповые семинары. Чат-поддержка. Будет очень много письменных работ с комментариями от группы специалистов. Также я вам гарантирую, что подход будет индивидуальный. Мы разберем каждую историю и подберем оптимальные инструменты для каждого участника нашего курса. Переходите по ссылке. Вы можете прочитать отзывы участников. Также получить бесплатную консультацию и записаться на курс. Жду вас в закрытом чате. Понятно, что это тяжелые созависимые отношения. Ты как-то его пыталась спасать от психостимуляторов? Это достаточно серьезно разрушает здоровье. Люди же меняются на глазах. Они зубы выпадают. Плохо выглядеть начинают. Я вот, наверное, настолько в тот момент была растеряна. Я вообще не понимала, что существует вообще какие-то революционные центры, что вообще нужно родителям. Его родители это видели, но они считали, что это они все справятся. Он сам это как-то перейдет. Этот период, это у всех такой период. Другой предположит, что они его просто боялись. Думаю, они не то, что и боялись, и, наверное, они понимали, что за этим стоит. Потому что он, ну, его куда-то вывозить, его забирать, он просто разрушал все. Он кричал, он просто, ну, это был дурдом. Я думаю, они хотели просто, ну, как бы, спихнуть эту ответственность. Ну, может, как бы вылезет, может, не вылезет. Мне прям интересно, он еще жив? Слушайте, я вам расскажу историю, что мне рассказывают. Его забрали в революционный центр все-таки, потому что там он вообще пошел после того, как я уехала. Вот, но мне его общие друзья говорили, что он немножко, ну, поехал головой. Ну, логично на амфетамин. У него там какие-то ангелы, вот это вот все. В религиозном, может, центр забрали. Ну, вот, да, его забрали в религиозный центр, но у него там пошли ангелы, он видит. Ну, это тематика религиозного центра. А, да, там ангелы появляются, я не знаю, просто. Да, в поле зрения причем. Все-таки наступил какой-то кризис. Вот расскажи, пожалуйста, как ты осознала, что все край, какие-то были моменты, может быть, какой-то триггер сработал, и как ты вообще избавилась от такого абьюзивного партнера? Получается, я решаюсь с ним расстаться. Я говорю, все, мы расстаемся. Но у нас случаются такие ситуации, что человек просто знает, когда я прихожу с работы, он стоит, ждет меня под подъездом. Он стоит уже в подъезде, я захожу, он резко забирает у меня телефон, чтобы проверять. И я, я как человек с детства смотрела «Криминальную Россию», вот эти все дела. Да, я понимаю. Если бы ты внимательно смотрела, ты бы его заказала. Я понимаю, что меня, короче, ждет что-то страшное, что он мне точно, ну, он точно меня выловит и убьет. Потому что он не раз мне говорил, или ты будешь со мной, или ты будешь без меня вот там валяться где-то в яме. Да, и я понимаю, что все, мне нужно уезжать. И так как у меня мама в Москве, у меня просто резко появляется план, я заканчиваю универ, и я уезжаю сюда, в Москву, бросая все. Вот все, а у меня была любимая работа, любимые друзья, любимая учеба. Ну, учебу я закончила. И все, я бросаю все, и резко от него уезжаю, потому что я понимаю, что, ну, он меня убьет, скорее всего. То есть, по сути, ты сбежала, как-то улучила момент, взяла только документы и в Москву. Он тебя искал, ловил. Я очень боялась, что вдруг у него была такая привычка приходить просто в неожиданный момент под подъезд. Вот просто и орать мне там, а-а-а, выходи, я не могу без тебя, я люблю тебя. Проверять, что ты на месте. Да, и я думаю, вдруг я выхожу с чемоданом просто, и он, ну, все, это сразу, у меня нет, как бы, убитки. И чемодан пригодится. И у меня была подруга, у нее был парень, там был у него какой-то грузовик, мы через, он перекрыл подъезд грузовиком этим. Я вот так с этим чемоданом, давай в этот грузовик чемодан, себя, даже сама назад села, я очень перепугалась. Вот, я очень мне трусила просто, мне казалось, что вот он в этот момент зайдет. И все, они меня отвезли к себе, и на следующее утро я села в поезд и учухала, и в поезде ему написала. То есть, на вокзале ему не хватило мозгов караулить? Нет, нет, а он не знал, что, он даже не мог представить, что я просто беру и уезжаю в Москву. Да, и он все именно мне писал, я сейчас повешусь в гараже, я сейчас умру, я сейчас, ну, он, жизнь. Знаешь, что люди напишут, вот она такая веселая, неверим, это, наверное, тебя сейчас отпустило, а тогда ты переживала, страх вообще конкретный, как ты говоришь, трусила, это прям все тело тряслось. А у меня еще, у меня просто, для зрителя, у меня такая, у меня защитная реакция, если я иногда смеюсь, это кажется, что... Да, это значит, там травма, ты просто смехом прикрываешься. Да, я вот так вот выбрала, то есть я не из тех людей, я могу иногда там, да, потрястись, заплакать, но у меня вот такая защитная реакция, я смеюсь, но это не значит, что мне было весело, поверьте, я тогда вообще от жизни охренела в свои 20 лет, что просто мне, он же мне не пускал ни по клубам, ничего. И тут я приезжаю в Москву, и тут начинается просто моя... Раздача колбасы за все эти годы. Ну да, но представляете, человек с 14 до 20 лет, он даже, ну, я не знала, как клубы выглядят, я не понимала, что такое туссня. То есть выражение с цепи сорвалось, оно будет соответствовать, действительно. Да, все, у меня полетела просто башня, я как увидела, что так можно тусить, жить. А до этого буквально несколько предложений, ты говорил, поехала на учебу в Москву, в университет, теперь мои университеты, список ночных клубов, огласите, пожалуйста. Ты поступила все-таки куда-то на учебу? Я закончила там, у себя дома, я закончил 4 года, у меня театрального. Ты это актриса больших молодчатов? Да, конечно. Так, профи. Вот, поэтому я там закончила и приехала сюда, но у меня была работа связана с танцами, я тренировала детей. А в Москве ты этим зарабатывала? Я там зарабатывала, да, как приехала сюда, я тоже здесь сразу устроилась тренером в трех клубах, вообще налегке, с детьми занималась. Но из-за того, что я не пошла, во-первых, в терапию, мне нужно было после стольких лет, мне нужно было прийти в терапию, а я пришла в терапию бухнуть. Сначала у меня был период. То есть первая терапия это алкоголь? Да, сначала это было вот бухаем, потом я понимаю, что... Давай вот чуть-чуть про алкоголь, ты прям сразу начала конкретно каждый день закладывать или что это было? Нет, нет, не каждый день, я поняла, что каждую пятницу и субботу я в клубе. Мне было уже все равно, идет со мной подруга или нет, я могла и одна пойти, как бы мне одной классно, я одному поулыбалась, мужичку второму, он мне коктейль купил, и все, и пошло-поехало. Как бы я спокойно... То есть разводила мужиков на выпивку? Можно так сформулировать? Можно, почему нет? А что, мне даже разводить не надо, просто стою, как бы улыбаюсь. Я очень много бухала, ну прям вот у меня был период, я вот бухала, просыпалась, ехала к детям, прям вот у меня было как-то... Организм справлялся. Потом мы решили с подругой поехать в Сочи. Сколько тебе лет, выбираешься в Сочи? Это 22, 21, 22, 23. 21, по-моему, 22, вот я не буду убрать точно, но вот какой-то годок я просто пробухала в Москве, то есть я ничего не употребляла, я даже не поняла. Ты работала в фитнес-клубе, а по выходным у тебя, соответственно, клубная жизнь, клубилась. Клуб-клуб-клуб-клуб. Да, и вы, когда это летом, когда вы махнули в Сочи? Да, это было, по-моему, лето, просто махнули, просто повеселиться, у нас там вообще 2000 на карточке просто, ну, мы знали просто, я знала, что нас ждут мужчины, как бы они все нам устроят. Мы были такие сумасшедшие, говорят, реально, у нас не было как бы толком ничего, но не об этом история. То есть вот ты пять лет была под гнетом, и потом, когда этот гнет прекратился, ты вот, что называется, во все тяжкие. Да. Вот никаких ограничителей, вот хочу. Вообще. Новый мужчины, алкоголь, все приветствуется. И при том, что я действительно, я достаточно приличная девочка была, у меня вообще 6 лет был один мужчина с 14 до 20, то есть я, я не знаю в какой момент, вот это то, что я до сих пор понимаю, что вот эту травму, из-за того, что я вообще не проработала, и со мной никто даже не поговорил о ней, то есть мама как бы замяла эту ситуацию, и как бы думала, что у меня все хорошо. Я поняла, что у меня такая дыра внутри, ну просто у меня дырка от того, что 6 лет я просто была вот, вот как в коробке вот такой. Можно, да, очень хорошее сравнение. И тут, и эту коробку вот так, а у меня тут, опа, и все, я полетела. Я вообще настолько на себя наплевала, как только можно. И вот в моей жизни появляется тот наркотик, который я считаю, ну тогда считала, сейчас я не буду говорить. Это получается в Сочи мужчины тебя сразу начали угощать веществами. Не мужчины, это были, нет, девчонки, мы познакомились с девчонками, вот, и они нам предложили попробовать наркотик, вот, который вообще в меня, ну я сошла с ума прям на нем. То есть я, тогда я, когда его попробовала в первый раз, я его не поняла, но когда я попробовала его второй раз, я вот так сижу, я понимаю, все, вот это я искала всю жизнь. Вот так, я хочу. А первый раз что было? Первый раз, когда я понюхала мефедрон, ну как-то эйфория, ну прям, чтобы вот до трясучки, я хочу еще, я хочу продолжение. Нет, я спокойно пошла, легла спать, а у меня подруга все сразу, она все, едем еще за закладкой, быстрее, не могу. То есть с первого употребления ее так надо? Да, ее накрыла с первого. А меня, я просыпаюсь и вижу, что у нас еще дороги, все дела. Я делаю второй раз, я делаю просто большую прям. И я вот так сажусь, я понимаю, все, да, я хочу быть пожизненной мефедроновой наркоманкой. Вот прям у меня такие мысли были, я прям на стол. Ну, опишите ощущение, что это какой-то супер экстаз, которого у тебя никогда в жизни не было. Почему так? Потому что я вот эти все шесть лет, наверное, с таким зажимом ходила. Вот здесь у меня все сжималось. Я и сутулись, потому что я вот так просто. Я такой человек, который настолько зажимался все эти года, а тут этот мефедрон берет и вот так, ну, и раскрывает. В тот момент мне казалось, что он просто меня освобождает от вот этого, от этих мыслей, от моральных принципов, от вот этих душевной раны, которой у меня любовь же, типа, шесть лет, как он так мог, и я одна. И я просто в этой эйфории сижу и понимаю, что этот наркотик меня вырвал из реальности, и мне это нравится. Тот момент я так считала, что я понимаю, что все. Ну, это было какое-то, ну, я вот не могу вам передать с вами, насколько, я даже сейчас вспоминаю, мне даже хреново, если честно, немножко, потому что, я улыбаюсь не потому, что я рада это вспоминать, а просто вспоминаю, насколько, как он мог так ударить по мне, не знаю, что я, я просто в тот же момент поняла. И все, и с этого момента, все, вот знаете. Сразу у нас систему, началось регулярное употребление. Да, я бросил, я просто в Сочи, чтобы вы понимали, сижу, я просто не отвечаю даже по работе, мне дети ждут, я просто все, до свидания вообще, какая Москва, я тут дальше буду просто находить мужиков, да, которые, да, мы будем вместе гулять, они будут там как-то обеспечивать, я такая красивая, и с мефедроном. Все, вот такое у меня был посыл моей жизни, я просто себя бесценила. И сколько ты так в Сочи протусовалась? Ой, ну в Сочи примерно мы так тусанули, ну полгода, наверное, вот полгода. Нормально в отпуск съездили, пролетел полгода. При том, что это были разные абсолютно квартиры, абсолютно разные компании, просто, ну вы не представляете, столько мефедрона, сколько я не знаю, он просто появлялся неоткуда, просто вот он, приезжали те, приезжали эти, потому что к нам очень многие хотели подкатить, а в Сочи же, вы знаете, горячие мужчины такие, они тебе, господи, за то, что... Я не знаю, если честно, это не моя целевая аудитория, горячие мужчины в Сочи, но ты можешь поделиться какими-то приключениями. Как складывались твои отношения с мужчинами, потому что даже в шоу «Пацанки» тебя представляли вот как роковую такую девушку, разводившую мужчин, и не могла бы ты поподробнее рассказать об этом аспекте своей жизни. Да, конечно, без проблем. А все очень просто, как только в момент, я понимаю, что у меня есть внешность, которая... Я так понимаю, ты это практически после пересечения МКАДа поняла. Ну, я предполагаю. Я почему-то не понимаю, я как только приехала в Москву, мужчины просто... Я поняла в этот момент, что я могу ему крутить, вертеть. То есть, а я же в этот же момент их и всех ненавижу, мне кажется, что из-за этого... Все такие же, как этот боксер. Что из-за этого первого парня все козлы, что с них только нужно тянуть деньги, жить в свое удовольствие. И пошли они все вообще нахрен, я буду вот так всех использовать. Все, я переключилась в эту стадию. То есть, могу я предположить, что ты их вот наказывала в их лице вот этого боксера? Да, да. Решила, что раз со мной так 5 лет обошлись, я сейчас тоже буду себя вести. Да. Не совсем порядочно. Да, да, так и было. Так и случилось. Я просто хотела всем мстить. И я просто... Я вот этих мужчин, я вот так одного, второго. С одним я могу приехать, у нас вообще ничего не будет и развернуться, уйти. То есть, мне доставляло удовольствие, что я веду себя как сука вот такая вот высокомерная. Все, и у меня пошел такой период. Ну, ведь мужчины тоже разные. Есть агрессоры, которые на такое поведение могут неадекватно среагировать. Были какие-то страшные моменты, опасные. Поделись с нами, пожалуйста. У меня есть единственная история, я ее вообще, кстати, нигде не рассказывала. Я даже не рассказывала. Ну, нашел откровение, поэтому... Эксклюзив. Та-дам! Вот. Ну да, это для меня... Я очень долго думала вообще, рассказывать мне или нет, но она так долго во мне сидела, эта история, потому что я... Я в тот момент, после этой истории, я поняла, что я на дне, что это мое дно. Вот это вот, это реально мое днище. Была такая история, но это мы уже вернулись в Москву. Это мы уже вернулись в Москву, и мы тут продолжили употребление с моей подругой. Вот. Но нас изредка звали на какие-то тусовки, там, выпить что-то, возможно, и не выпить. Ну, любые. И это были одни из наших знакомых, то есть я как бы знала их, и моя подруга знала, вот. Но мы приехали на шиномонтажку. Извините, это реально не смешная история, но у меня защитная реакция. Да, я понимаю, что это на нервах. Да, я на нервах просто. Это такая история для меня очень... После шиномонтажки еще бы очаровательно смотрел слово «к таджикам». Нет. Нет, слава богу, не таджиков, это были русские ребята. Да, нормально были обычные ребята, то есть я бы не сказал, что это были бомжи, там, наркоманы. Они там работают, типа, они работники шиномонтажки. Он вообще владелец, неважно, не будем это тут объявлять. Все, шиномонтажка, мы приезжаем, типа, к мужчинам. Просто посидеть, как бы сказать, выпить. Просто. А мы еще на отходах, мне хреново. И я понимаю, что я очень хочу выпить, посидеть, поболтать. То есть у тебя реальные мысли, что тебя на шиномонтаж, мужики пригласили выпить, чтобы у тебя отхода хорошо прошли. Так вот, это моя самоуверенность, которая вот так меня и поставила раком, грубо говоря. Потому что сколько раз было таких случаев, действительно, ну, возможно, некоторые зрители не поверят. Но я вам честно скажу, иногда я приезжала в такие места, к таким компаниям, и у меня ни с кем ничего не было. Потому что как-то получалось вывернуться, что-то там сделать, где-то это. Но вот здесь вот я уже поняла, что что-то не так. Вот, что мы заходим, и за нами уже закрывается дверь сразу. И я сразу понимаю, что у меня все криминальная Россия, вот это опять в голове. Мелодия вот эта тревожная. Скажу так, что у нас не было ни варианта, как бы, грубо говоря. То есть это был групповой изнасилование, давайте все своими именами назовем. Ну, у нас, как бы, типа, нас выбрали, ну, не то, что выбрали, нас взяли, один мужчина взял там меня, и второй мужчина взял меня. Но, нет, нас не группой изнасиловали с подругой. Нет, у нас, типа, такой договор был, что кому мы приехали, с тем мы должны, как бы, переспать, девочки, вы уже приехали. И те друзья как-то были агрессивно настроены, но когда у меня уже случился, как бы, секс, да, с одним из этих мужчин. Почему я это не воспринимаю, как изнасилование, я не знаю почему. Это твоя защитная реакция. Потому что мне кажется, что, как бы, я сама в этом виновата. И, как бы, в тот момент мне нужно было думать головой. Если честно, я хочу прокомментировать. Вот все жертвы всегда загоняются, я сама была виновата. Против вас было применено насилие, вы на это не соглашались. Да, в силу возраста, легкомыслия, можно какие-то сделать поступки. Но это никоим образом не оправдывает насильников. Тем более, как ты описываешь взрослых мужиков, которые понимают, что приехал ребенок к ним, фактически. Поэтому, пожалуйста, никакую вину на себя не бери. Это целиком вина и ответственность тех людей, которые это сделали. Ну, в тот момент, в тот момент, просто что случилось. И когда секс случился, у меня просто случилась истерика. Я, во-первых, сказала, что у меня парень чеченец, и что он сейчас приедет. И тут всех, как бы, ну, начала просто какую-то уже театральную устраивать представление. Четыре курса. Потому что у меня уже выбора не было. Я понимала, что, ну, сейчас пойдет это дальше. И нам как-то повезло. Там был один из, да, вот, этой компании мужчин. Он перепугался. То есть он уже увидел, что это действительно какие-то, ну, не шутки, что это действительно уже какое-то насилие применяется. Потому что я уже в истерике. Я говорю, все, мы сделали, как бы, свое дело. Можно мы уедем? Ну, и у нас вот просто так выкинули, как вот так вот. И я помню, как сейчас, как мы шли, и мы день даже разговаривать не могли друг с другом. Потому что это было для меня вообще какой-то нонсенс, потому что никогда в жизни не случалось. Но потом я это быстро забыла, потому что все, у меня после этой ситуации настолько мефедроновая кома пошла, что все, я в каждодневном употреблении. И эта ситуация вот так просто у меня улетучили, забыла. И я ее нигде не рассказываю. Вообще я всем рассказываю, что ко мне не было применено, да, какое-то изнасиливание, насилование. Потому что я, ну, я так, наверное, в тот момент не считаю. А сейчас, когда я пришла в каком-то вообще, хотя бы в трезвую жизнь, хотя бы посмотрела, что действительно нет. У меня был такой случай, и к чему вообще эти случаи рассказывают девочки, особенно кто сейчас в употреблении, я знаю. Я знаю, что вы думаете, каждый раз это обойдется. Каждый раз вы сможете хитренько уехать, взять себе там по дороге или выпить бокал вина, шампанского, неважно чего. Но бывают вот моменты, когда вот мне показали, что может быть по-другому. И мне было, ну, от себя мне было очень противно в тот момент. Мне казалось, что как просто, как я дошла до этого. Я была преподавателем танцев, у меня театральная закончена. Я действительно, ну, неплохой человек. Я хорошая девчонка. Как меня в такое занесло, вот это была мысль, знаете, на полминуты, а потом мифедрон, и все, и пошла дальше. Вот расскажи дальше, где ты, собственно, брала деньги на наркотики, в таком режиме употреблять. Да все это, это как-то случалось очень просто. Вот мы знакомились с мужчинами, они нас там где-то обеспечивали. Сегодня один, завтра второй. Друзья, то есть у меня же были все-таки какие-то друзья, я даже маме иногда писала, говорю, мам, вот мне надо на квартиру в Сочи, мы там продлеваем, мне нужно 10 тысяч, мне нужно на 15. Мама мне скидывала, там какие-то общие друзья, они же не знали, что я в употреблении. Многие думали, что я просто колесю по Сочи, мне весело, ну, там выпить могу. Вот, просто вот как-то доставала их, как-то они сами вот шли на меня, особенно мужики, они с деньгами, и с этим мифедроном, иногда и с коксом, и ты как будто думаешь, что ты в шоколаде живешь. Ну, кокс, наверное, на фоне мифедрона, или уже все равно было? Я кокс не любила, то есть меня... Вот если сравнивать, по твоим ощущениям, в чем разница? Разница? Ну, у кокса нету такой прям эйфории вообще, то есть ты как бы, да, тебя размазывает немножко, но ты еще можешь как-то, а мифедрон все, тебя настолько вот убивает это состояние, что если сравнивать, то какой смысл, то есть зачем тебе покупать дороже кокс, который тебя не так размазывает, как дешевле мифедрон, то есть уже логически наркоман думает, что ну зачем нам эти понты. Ну, вдруг он пафосный, золотая молодежь. Ну да, золотая молодежь, да, но я не из них была, я была вообще просто. Скажи, пожалуйста, приходилось воровать для добычи средств? Мне не приходилось воровать, мне приходилось очень обманывать людей, вот как бы сказать, что я там где-то что-то воровала, там прям выживала, нет. Тогда поясни, что значит обманывать, у кого-то брать деньги и не вступать с ним в отношения или что-то, вот я не понимаю, как обманывать, просто брать долг и не отдавать, вот обманывать это что в твоем понимании? Да, любую, писать друзьям, что тебе нужно на квартиру, другому мужику там писать, что тебя гаишники остановили, тебе нужно деньги им отдать, что они тебя сейчас заберут в отделение. Вот это самое, кстати, действенное тогда был метод у меня. До сих пор, по-моему, мошенники звонят, что-то случилось с родственником, переведите 500 тысяч. А ты сколько брала на это, на полицию денег? Ой, я один раз, нет, мне один раз 70 тысяч скинули, я скажу, что 70 тысяч вот он берет, у меня типа там, говорю, был просто трава немножко, говорю, он там мне говорит там 60-70, я взяла вот 70, и тогда помню все, мы. И за сколько ты проторчала, 70 тысяч? Да, я думаю, это все вместе, если еще там что-то надо купить, то неделя, я думаю, для меня вообще просто. Вот кроме твоего боксера, которого мы уже вспоминали, у него, наверное, икота, непроходящая. Еще он жив еще. Да, ну он с ангелами общается. Какие-то были абьюзивные отношения? Вот в Москве я нахожу своего соупотребителя, это были вот эти самые, наверное, для меня тоже ужасно трагические отношения, они делились год примерно. Перед пацанкой, вот как перед тем, как я ушла в пацанки, вот, он был нерусский мужчина, вот, и даже он был женат, я вам скажу. То есть глубоко женатый мужчина, который старший, вы совместно употребляли, ну, само собой. Вот, да, мы начали совместно с ним употреблять. Слушай, какой-то параллель, опять спортсмен, опять наркотики, вот, и опять абьюз, и опять боксер. Да, только теперь с наркотиками, а это, ну. Так кто-то ж на амфетамине, у тебя что, кажется, амфетамин это не наркотик? Нет, я имею в виду, что и я здесь, в этих отношениях, я сама употребляла. Да, что я сама употребляю. Первых же я вообще, как бы, не употребляла, а здесь я же еще сижу четко, и не только на мефедроне, я как бы и на аптеке любила, на лирики, на тропико. Это уже вот этот нерусский спортсмен тебя посадил. Да, 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 то есть мне и было хорошо, вот. Да у меня, у меня еще, у меня до этого еще были такие мини-отношения, я хочу быстренько напомнить. Да, давай вспомнили, раз про аминю, там что? Да, я просто иногда, видите, отрезками вспоминаю, ты наркотики, если честно, у меня. Ну, наркотики и травма, она все-таки вытесняется. Ее можно вспомнить, когда какой-то триггер случился, вот сейчас мы с тобой разговариваем, ты одно чудовище вспоминаешь, тут у тебя второе выплывает на горизонте. Так что там за мини-история? Да, мини-история, когда я просто, мы знакомимся с подругой, с двумя чуваками, это тоже не русские были, и оказывается, они колятся. Вот, метадон, мефедрон они кололи, вот, ну, иногда герыч, вот. Вот, и я не знаю, как, я начинаю, блин, я завожу с ним, блин, вот какое-то, не то что отношение, а вот это вот все, мы вместе на квартире, и я смотрю, неделя, две, три, а мы вместе, мы просто торчим. Мы просто торчим, и вот тогда у меня был единственный, я это называю, я считаю, что это был передоз, так как я помню, я экстази что-то съела, и мне было уже отходоз, и мне плохо. Я говорю, дай мне что-то, и он мне говорит, давайте я бомбочку метадон сделаю, и ты глотнешь, туалетную бумагу, знаете, метадону насыпаешь, заворачиваешь и глотаешь. И вот он, я не знаю, сейчас вот узнал. А вы не знали, ну вот я, у нас так это было, как-то я не знаю, но он посчитал нужным, что у меня так что-то станет легче или что? А мне не то, что стало легче, я глотаю, да, я начинала, я начинала засыпать, он меня бил, будил, ну и как-то, да, я передознулась, но мы уснули, но мы проснулись, не знаю, какое-то чудо было, не знаю, как мы и не отлетели. Вот, вот, единственное, но я бы с ним быстро закончила, потому что он с меня пытался тянуть денег, когда все, у него отходники, особенно от метадона, героина, они же вообще не вменяемые, он просто меня на коленях падал, мне просил дать тысячу рублей, потому что мне надо срочно сейчас у колодца или я умру. Я поняла, что не это, что слишком, я ухожу от него, я, типа, ты привыкла деньги, да, то я, какой-то Альфонс нарисовался. А тут человек просто меня, так еще, меня пугал он, то есть он, как бы, реально он плакал, он плакал, он просил мне тысячу рублей, потому что, ну, все, у него проходило, вот это метадоновое его, и все, я как-то от него ушла, и как-то, вот так это было, что-то там, пару месяцев, вот, и потом вот появился вот этот... Нерусский мужчина, занимающийся спортом, подсадивший на лирику. Какие у нас были отношения? Да это был пиздец, что, ничего хорошего, он меня вылавливал по всем этим притонам, я тоже ездила, потому что я начала еще, я начала соль покуривать, то есть, у меня мало было мефедрона, я понимала, что я уже делаю вот такие дороги, и мне ничего, и мне тут подруги предложили... Соль позабористей будет, давай, переходи на соль, так это звучало. Только я, кстати, я до сих пор, я не понимаю вообще эффект соли, ты как овощ просто какой-то, и время быстро проходит, ну, типа, все, но... Замороженого овоща, глубоко замороженого овоща, глубоко замороженого овоща, глубоко замороженого овоща, все, в чем там у них, почему люди любят, ну, почему наркоманы употреблять соли, для меня вообще загадка, я не понимаю, но я тоже как-то... Вопрос к думающей аудитории, в которой часть на салях, вы почему употребляете, ну, купишите, замороженные овощи... Не, вы просто расскажите, приход... То есть, к вам вопрос... Приход какой, приход, просто я не поняла, я не понимаю, приход соли, то есть, в чем у вас приход, расскажите, я не очень это понимала тогда, вот, но, так как ничего не было, как бы, ну, курили и курили, там, что-то, шизу ловили, там, друг друга снимали, вот это все, ну, как обычно... Вот, вот он меня забирал с таких притонов, я ему звонил, а мне казалось, я помню этот момент, я, короче, обдолбалась с солью, и мне кажется, что моим телефоном управляют, ну, то есть, ну, понятно, конечно... Ну, там все, там уже демоны, и все только не было, я ему как-то написала, чтобы он меня забрал с этой квартиры, вот, я помню, я открываю ему дверь, первое, что он делает, у меня дает сразу прямой в лицо, чтобы я, ну, понимала, кто пришел, кстати, ну, как бы, вот... Вот, потому что он считал, что то, что он употребляет мефедрон, это вот, а то, что я соль, это дно, это дно, это вот здесь, да, что я вообще просто... И вот тогда я помню, как он меня забрал в отель, это были там в отеле наших знакомых, и он меня под солью, он говорит, я сейчас пойду за водкой, а у меня водка отпускала от соли всегда, я выпью чекушку, и нормально... И он пошел за водкой, закрыл меня в номере под солью, наверное, это четвертый этаж, по-моему... Ты что, в окно полезла? Я хотела, я, короче, в моменте вылезаю, я понимаю, что, ну, у меня, знаете, у меня как бы я под солями, но я еще в адеквате более-менее, то есть у меня нету прям жесткого... Ну, да, почти вылезла в окно, ну, да, ну, такой солевой адекват, в сравнении с остальными, которые вылазят наверняка, то, конечно... Ну, мне не было, что со мной кто-то, я не ощущала никого в комнате, мне просто было плохо из-за того, что он меня запер, и из-за того, что он мне не дает выйти, и у меня был... Я прям свесила, но не... Да проной тебя накрыла, что тебя замуровали, демона, так скажи... Мне было видно, что он именно меня, что он это сделал, как он посмел это сделать, при том, что он знает, что я сейчас... При том, что он до этого тебя ударил прямым в лицо. Логика тут определенно есть. Ну, тогда как мне человеку в наркотическом опьянении долгое время, мне было это непонятно, ну, как это он так, говорю, сделал, и у меня был момент, я хотела, типа, по трубе как-то спуститься, но... Потом я поняла, что это, короче, вообще тупая затея, и я обратно залезла и заснула на паук. А вот под солями возникает ощущение вот этого всемогущества, что ты по трубе можешь с четвертого этажа, по стенке как человек-паук, и все остальное. А мне, кстати, прям был этот момент, я была уверена, что я вот так сейчас захвачусь, и просто как спайдер-мен... Да, 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 мы все... регулярно такие кадры появляются от спайдер-менов, которые не смогли отменить земное притяжение. А мне вот, блин, вот я, кстати, об этом не задумывалась. И как меня... почему у меня... мне какой-то, наверное, знак или голос вот сказал, что мне не нужно... Солевая знак, голос... Ну, хорошо, что он был позитивный. Ну вот, я не решила не делать таких вещей. Вот, хотя я ему даже говорила, что я сейчас, типа, с окна буду... Он говорит, давай. Ну, то есть человек, блин, я не знаю, он или был уверен, что я с тобой ничего не сделаю, или ему, наоборот, хотелось какой-то жести. Ну, короче... Как вы расстались-то в итоге с таким прекрасным семьянином? Там вообще просто пошел... Он меня обманул на деньги, во-первых, он... Он украл у меня 40 тысяч просто, реально. Я хотела телефон себе взять, а он как бы... ну, там сделал одну... А он хотел на федрон, ему было нужнее. Да, ему было нужнее, и он мне сказал, что вот мой брат тебе купит айфон, давай скидывай ему. И потом я через неделю звоню этому брату, он мне говорит, а я обратно ему скину. И я как дура сижу и понимаю, что меня просто вот так, вчистую просто профукали все мои деньги, которые, как бы, я там нормально развела, кстати. Вот, поэтому мне было обидно в тот момент. И я этим не горжусь, честно. Мне реально стыдно за эти моменты, но они были. Рассказываю уже просто с юмором, куда уже деться. И все. Вот 40 тысяч были последние капли. У меня, кстати, разорвало так вообще мою жопу, реально, потому что, ну, мне было обидно, как он посмел, хотя бы со мной бы прогулял бы их. А так он просто там по телкам вот это ходил, там, там и так далее. И, конечно, мне было обидно. И в итоге я знакомлюсь с другим мужчиной, который забирает вообще к себе меня жить. Ну, и он меня как бы подсаживает на траву, чтобы я ушла от солей. Как бы пытается, типа, меня спасти таким способом. Ну, вот. И во второй раз трава тебе зашла или что? Да, все, я поняла, что да, мне нравится покуривать. Вот я начала. Ну, и как этот метод работает? Ну, перекрыл удалось переключиться на другой вид наркотика? Тогда казалось, что да, сейчас я понимаю, что это еще такой самообман просто, просто ты обманываешь себя, и тебе кажется, что да, но мы, я его иногда его разводила, знаете, чтобы понюхать мефедон, ну, вообще не нюхала, я говорю, пожалуйста, потому что, ну, у меня уже так, мне так хотелось, и я его иногда разводила на мефедрон, но в основном это у нас постоянно покурить, покурить. Мой бывший соупотребитель, вот, он пропадает на две недели, я не понимаю, где чего-то, он обычно мне пишет, люблю тебя, не могу, потом, тварь, сдохни, ну, вот, как будто это колебается, и, оказывается, мне звонит, он психушке лежал, он порезал вены себе, то есть, там, у него тоже перекрытие какое-то было, я не знаю, на каком фоне, или на моем, или на всеобщем, потому что у него там проблемы были, вот, и все, и я, живу с этим мужиком, и мне пишут, что, опа, мы вас берем на проект пацанки. Он мне как двое! Настюшка на месте, ебать хуя жбой! А я считаю, что не обязательно ебаться, можно и не ебаться, но при этом у меня деньги, мужчина, вот так. Я всем говорю, что я не хочу семьи, я не хочу замуж, а я пиздец как хочу. Здорово. Как происходит кастинг, надо куда-то заявки отправлять, видео снимать, тебя психологи смотрят, или какие-то другие специалисты, расскажи, вот эту кухню. Рассказываю, вообще, я подавалась на четвертый сезон, как только приехала в Москву, когда я бухала, я пыталась... Там на хорошее было видео, такое. Да, я еще вот так, я очень потолстела, я же начала пить, ну не столь важно. Откажется, отекла. Ну ладно, немножко отеки, вот такие, просто у меня такое лицо там было. Но я пришла тогда на четвертый сезон, потому что я действительно хотела попасть в телек просто. У меня была такая цель, я знала, что я всегда... Ну, вообще-то, актриса. Что я буду в телеке, да. И мне хотелось именно какой-то реально реалити. Ну вот тогда мне реально хотелось просто попасть. А вот, я сейчас быстренько историю расскажу. На пятом сезоне мне писали сами, но я была в Сочи, ву, мать и все, уу, мне какие там пацанки, мне пофиг. А на шестой я случайно села, увидела рекламу на телеке, и мне казалось, что это знак, опять же. Ну вот, то процент. Вот, это знак, что я хочу подать на шестой сезон. Я действительно хотела реально бросить наркоту, ну реально, на меня уже, ну... Ты думал, что шоу поможет, да? Почему-то я хотела это делать через социальную какую-то ступень, типа на своем примере, показать, что вот, смотрите, девчонки, вы тоже сможете бросить, типа я на телеке, плюс ко мне придут как бы и подписчицы, и я смогу вот так помогать людям. Вот мне тогда казалось, что я всемогущая в этом плане, и все. Хотелось через телек это сделать почему-то, хотя, ну, все вокруг видели, что у меня проблемы с наркотиками, но никто мне даже не сказал, что давай в ребуху, давай туда, я не знаю, все думали, может, что я безнадежный или что? Ты про шоу говоришь или вообще про окружающих? Про окружающих, ну, то есть мне никто даже не рассказывал. На все кто, ты по каким-то блатхатам мигрировала, как Лемминг, кто тебе что должен был сказать, у тебя вокруг были совопотребия. Так а что они наркоманы с опытом не могут мне сказать, что, типа, вот есть вообще репетиционный центр, я вообще об этом как бы не знала. Такая молодая девушка, которая с ним живет за наркотики, он, насколько заинтересован этот человек в твоем выздоровлении? Ну, вот сейчас мы, как взрослые люди, разговариваем на минуточку, поди плохо, что ли? Употребляй, разделяй с ним жизнь. С чего они должны отказаться? Вот сейчас у тебя некоторые здравомыслие наклевываются, а вот в употреблении, вот, оно вот так. Да, ну, вот так получилось, и мне казалось, что это вот моя, мое спасение будет, что я брошу все-таки наркотики, потому что я уже... Вырвешься из этого круга. Да, ну, мне казалось, что, ну, уже все, ну, уже все, столько я нагуляла, я уже вот такая была, то есть... У тебя мечта, как у Карлоса, но он тоже мечтал попасть на телевидение, хотя бы в качестве привидения. Ну, вот, а я попала... В качестве пацанки. Наркоманки, да. И имидж все-таки роковой женщин, ты это все озвучила, что у тебя отношения с мужчинами, все, вот, тебе фан-фаталь у тебя был такой образ. Ну, я, во-первых, пришла, сказала все как есть, ну, то есть мне не стыдно признаться, что, да, я использовала мужчин, да, и тянулась с них деньги. Ну, это был мой вот этот вот, вот это все, что наркота вытянула, вот это вот, ну, когда ты уже тебя несет, я не оправдываю себя, я не говорю, что я могла там, не знаю, быть наркоманкой, но все равно там другой какой-то девушкой. Ну, вот так, вот так меня наркотики как бы поставили. Вот так они из меня вот эту вот всю дурь вывели. Мою шлю, не буду говорить это слово, но вот такое. И все, я пришла там, сказал на проекте как есть, и мне вообще было, мне вообще было пофиг, что это на всю страну, что у меня там та же история, я тебе должен сказать, ну, на всякий случай. Ну, вот видите, я, я просто открытый человек, я говорю о своем прошлом, ну, во-первых, я сейчас вообще впервые вообще рассказываю. Все думают, что у меня так было, что я в жизни просто там пару дорог понюхала, где-то с мальчиками повисела и поехала, что у меня жизнь была налегке. Нет, у меня трудное было употребление, и я вот сейчас, почему здесь, потому что хочу вам показать, что ни к чему хорошему это, ну, это реально не приводит, вот как бы тебе не хотелось. Попадаешь на шоу, у тебя есть определенное ожидание. Естественно, история для тебя совершенно новая, поделись, какая там кухня, может быть, какие-то происшествия, которые с тобой случились, разочарования, расскажи нам историю изнутри. Ну, во-первых, я, я, грубо говоря, я, я охренела, ладно, пускай там будет, я охренела с того, что... Охренела это еще не грубо, ну, мы все поняли. Да, я хотела другое слово, но как-то они при вас стеснялись материться так, вот. Короче... Я же не та, это, отвечающая за этикет женщину, домомучительница. Чего при мне-то стесняться? Да ты хочешь, дядя Вася, чем-то удивить? Ну, давай. Ну, все-таки какие-то должно же быть. Ну, да, согласен. Моралисты сейчас скажут, молодец. Зацените, пожалуйста. Я с чего-то обалдела, обалдела с того, что вторая, третья девочка, которая заходит, просто ничего, я протягиваю ей руку, она мне дает просто, ну, в лицо. Это место, здрасте. Да, я просто протягиваю ей вот так руку, но я там не что-то вначале что-то кричала, типа, вот, подойди, познакомимся, но это не было с агрессией, я такая веселая. Девушка по своей натуре, то есть у меня нет вообще агрессии. Да и по мне видно, что я что, ММА-боец? Нет, конечно. И она меня очень побила, побила, она вот так меня мутузила минут, не знаю, там, до десяти. Что-то уже за кадром случилось? Нет, это все в кадре было, это все было в кадре, вот, пока, ну, там, прибежали охранники, что-то там ее забрали, я просто в стеклах валяюсь без сознания. Через сколько прибежали-то охранники, что-то, вот, сколько она тебя сбивала? Ну, я точно не знаю, но я предполагаю, вот, что это минут было пять, пока они добежали там с другого, то есть никто не ожидал, что будет драка сейчас, то есть человек просто зашел и ничего, до полусмерти избил второго, то есть все, ну, на площадке были в ахере, и никто не понимал, как это произошло. И получается, в этой все мотохе они видят, быстро охрана начинает, и пока охрана добегает, случается много ударов, потому что она профессиональный боец, ММА, я не знаю, как это назвать, вот, она, она профессиональный боец, и, конечно, она меня ушатала там за эти пару минут, просто, да, ну, нормально так-то, все. Ну, так, что сознание потерял, да, ну, видимо, мне повезло опять в очередной раз, вот, у меня не был сломан нос, у меня не было сломана челюсть, у меня только вот здесь пришел удар очень большой, и от него пошел весь отек, да, то есть он шел, и вот так вот, то есть он был очень, я когда проснулась, я, во-первых, нет, на чем то, что я просыпаюсь в палатке, смотрю, блядь, вверх, понимаю, что у меня один глаз не открывается, и я вообще подумала, что мне глаз выбили, то есть я, я не понимала, что происходит, я что в алкогольном опьянении, там было, как бы уже нормально, я там водочки, То есть это позволялось? Да, нам позволялось там выпивать, потому что это было наше решение, вы хотите, пейте, хотите, нет, вам не запрещают, то есть, как бы, Ну, для контента-то, пойди плохо, напоить пацанок, с района. Никто не заливал, ну, и никто не запрещал, вот, это, как бы, наверное, на момент показать то, что сила воли, она отсутствует у нас, ну, конечно, какая она сила воля, мы все алкоголички, наркоманки с травмами безумными, ну. То есть там все с тобой, кто участвовал, они были с опытом употребления? Я не скажу, что прям все вот эти спортсмены, типа, там, вот наша Таня Коширина, которая, там, один раз что-то покурила, спать, чуть не улетела и больше на ней не употребляла, но в основном у всех был какой-то опыт употребления каких-то или легких, или прям тяжелых у кого-то даже наркотиков, кто-то там и кололся, как бы, то есть девочки разные были, вот. Но в нашем сезоне было достаточно много наркоманок именно мефедроновых, то есть нас, как бы, собрали как-то и я, и Даша, и близняшки, и другие девчонки, и так пробовали, Нелли, то есть нас много было, кто на мефедроне прям сидел плотно, вот. Поэтому мне хотя бы, мне показалось в один момент, что, блин, классно, ну, что я сейчас хотя бы встретила девочек, что, которые понимают, ну, что такое мефедрон, потому что моя-то окружение в жизни, я-то прихожу, они даже не понимают, что я под мефедроном, потому что они не знают, ну, что такое человек под мефедроном, а я-то в нем, а тут я хотя бы могу поделиться, и мне в момент показалось, что классно, да, Но вообще, я так скажу, мне все-таки проект «Пацанки», я больше склоняюсь к тому, что он мне помог в какой-то степени. Обоснуй. Обоснуй. Он мне дал, как минимум, цель, какой-то смысл жизни, потому что у меня, пускай это возможно, как это слышится странно, но у меня появились подписчики, да, вот куда мне появились подписчики. А сильно в соцсети разве? Да, очень, да. У тебя большая фан-база? Ну, у меня достаточно хорошая, да, фан-база. Я не как тебя поддерживаю, вдохновляю. Говорятности, молодец. Да, то есть, понимаете, вот у меня сейчас, я вообще в Инстаграм веду с тем, что, да, я говорю о своей зависимости. Мне пишут очень много, там некоторые девочки пишут, вот, кидают там 100 дней трезвости, спасибо, это как бы, вот, я смотрю, если ты поддерживаешь людей, которые бросают. Я мотивирую их, а они мотивируют меня. Я думаю, мы твои соцсети под роликом разместим, чтобы щек тебя пришли люди. Да, вот, я транслирую это вообще напрямую, что зависимость, это не приговор, что можно все изменить, в один момент все собраться. Ну, это, вот, и это то, что, наверное, мне тогда в употреблении в жизни не хватало, какой-то смысла жизни, цели, я не могла найти себя. А тут я нашла себя в блогерстве, это помог мне проект сделать, как бы без проекта, вряд ли. Так, узнаваемость твоя выросла на улице. Конечно, конечно, особенно подростки, это шоу обожают, дети подходят. Иногда я помню, за мной просто мы шли еще с Дашей, мы смотрим, оборачиваемся, а просто мама с коляской просто летит, и папа сзади вот так. Это было очень смешно, говорит, девочки, подождите, пожалуйста, мы вас смотрим, всей семьей, пожалуйста, то есть есть очень много людей, почему они прикипают, потому что их триггерят, наша история, они понимают, что у каждого в жизни, у каждого, у некоторых в жизни были такие случаи, они как, ну, прикипают к нам, как к родным, потому что им кажется, что вот у меня так же было, почему многие мне пишут, девчонки, а вот у меня так же было, у меня так же было, и поэтому я благодарна проекту, вот я реально благодарна, несмотря вообще ни на что, потому что мне кажется, что если в тот момент я не попала в проект, у меня сейчас не было, я думаю, что я буду, ну, к этому все шло. Да, то есть у меня уже или тюрьма, или... Вольница-смерть. Ты обосновала, в чем тебе помогло шоу, а если брать других героинь, как у них судьба сложилась, для кого-то это был полезный опыт? Я скажу так, что вот теперь я вообще все по полочкам понимаю, во-первых, некоторым это не помогло, потому что они эту помощь и не хотели брать, потому что на самом деле у нас был и психолог, достаточно, ну, неплохой психолог, некоторые эту помощь и не брали, вот я как только приезжала психолог, давай к ней бежать, с ней работать, то есть... Тебе важны были инструменты. Да, мне было важно взять все, эти испытания, что-то взять для себя, а для них, для некоторых это как бы было и шоу, ну, тут еще второй вариант, я считаю, я это вообще вот открыто говорю, очень не хватает в пацанках нарколога, или хотя бы каких-то вот этих... Капельниц. Детокс до недели, нет, хотя бы девочкам, чтобы кто-то приезжал, объяснял, как работать, зависимость, то есть у нас не было... Работы, понимаете, с тем, что нам делать с зависимостью, то есть, да, с нами работал психолог по нашим детским травмам, а наши травмы любви, но вот чтобы мне хотя бы приехал какой-то человек и сказал, вот, пойди хотя бы в анонимные, или вот эти шаги, или вообще что-нибудь хотя бы рассказать, как дальше жить без зависимости, не было вот этого, и я бы очень хотела, чтобы в новом сезоне, как бы, возможно, даже вне камер, девочкам это добавили, потому что, ну, это очень важно, это девочкам просто поможет, потому что я, представляете, два года прошло после пацанок, и я вообще только узнала про анонимные, про шаги вообще, про вот это все, про вот это внутрь себя, про эго, это у меня глаза открылись, я вообще раньше жила просто... Уже, ну, ты выздоравливающий. Уже, да. У зрителей полное ощущение, что пацанки это такой реп-центр, фабрика, где переделают, история золушек, всех там исправят, компенсируют, научат манерам, как ты думаешь, это такую картинку показали, или это реально имеет под собой почву? Много же людей, которые смотрят, во-первых, они и не употребляющие некоторые, и они думают, что просто загнать 15 девочек в один дом и перестать им давать наркотики, все это решить всю проблему, то есть с ними не надо работать, для них же зависимость это не болезнь, это кажется, что просто вот они там поторчали, вот сейчас они три месяца поживут в доме, и все изменится. И меня удивляют такие люди, я не понимаю, почему они решили, что телепроект пацанки это реп-центр, это вообще не реп-центр, да, он где-то помогает, действительно с нами работает психолог с детскими травмами, с уверенностью к себе, с любовью к себе, но с зависимостью, но некоторым помог, некоторые просто смогли как-то, да, там, переключиться и справиться. Но мне лично, как такой ядреной наркоманке, нет, мне не помогло, я вышла два месяца, даже не пила, даже не курила, даже ничего, все, и подумала, да, я смогла, все, потом понесло меня заново, с алкоголя начала, и вот так. И опять ему ядро? Ну, я типа начала умеренно после проекта, как мне казалось употреблять, то есть не в таких загулах, знаете, каждодневных, а вот так умеренно, на выходных там чисто по дорожечке и пошла, вот, но потом меня обратно вернула. Что же тебя привело к трезвости? Мы теперь переходим к истории твоего выздоровления, где этот переломный момент, как ты пришла к пониманию, что уже надо серьезно работать со своей зависимостью? У меня появляется человек вообще в жизни, это парень, вот, сначала мы просто дружим, он как бы видит меня и говорит, все, я тебе буду помогать с выздоровлением, я тебе хочешь просто расскажу, как это, что это, и он... Сам выздоравливающий, правильно? Да, два года от трезвости, да, да, он выздоравливающий, он мне сначала, там же границы, вот это все есть, вот, да, и это ничего нельзя, ну, мы пытались это, как бы там, у нас не получилось, вот, но не об этом, о том, что он мне начал просто потихонечку рассказывать, что есть такое вообще анонимное собрание, я вообще вот так говорила, ты пошла на группы. Да, я сначала говорила, никуда я не пойду, я ничего не это, потом я этого сделала ради него первый раз, то есть я пошла, чтобы, ну, он меня очень как-то просил, просто сходи. И я пришла на анонимную группу, и мне понравилось, то есть я сидела, я действительно поняла этот прикол в том, что когда ты приходишь и рассказываешь все, что на душе незнакомым людям, люди становятся легче, и в предсрывном состоянии каком-то я еду на группу, и мне становится легче, я выхожу и понимаю, что я не хочу сейчас вообще наркотики, все, мне легче на душе стало, и поэтому мне понравилась очень эта концепция. То есть у тебя спонсор, ты пошла по шагам? Да, да, я пошла на семинар, там, в Телеграме какую-то нашла, вот, Сергей, да, вот, все, пошли по шагам, потихонечку, группы, но потом я уезжала на съемки, как бы мне немножко перерыв был, вот сейчас я обратно стараюсь это все возвращать, вот, потому что мне иногда колесит, тяжело мне, я была в новом проекте, пацанки рулят, да, новое телешоу вышло, вышло уже, уже рулят, рулят, рулят отелем, вот, смотрите, там уже вышло, уже серия пятая, вот, я как бы уезжала на съемки, у меня было месяца, я телефон как бы отстранила, ничего так, но все пособие есть, потихонечку стараюсь, мне очень нравится вот эта тема, тема с эго, работа с эго, эгоизм, потому что я поняла, что я такая эгоистка на самом-то деле, ну, то есть во мне много есть вот этого вот, моего эгоизма, а мне казалось, что раньше, что я такая добрая, что такая хорошая, что я жертва, что все меня вот так вот убьют, издеваются, калечат, а я одна такая несчастненькая, обидненькая, вот, поэтому мне очень программа это перевернула вообще мое мировоззрение, я просто восхищаюсь и благодарю, вот, что я. То есть ты каждый день работаешь над собой, еще помогаешь людям через соцсети выздоравливать. Да, я пытаюсь, да, пытаюсь ему, потому что некоторые, очень мало людей вообще знают об анонимных, они не знают о собраниях, они даже не знают, что существует такой сайт, где ты вводишь и как бы выбираешь собрание, и меня это удивляет, а потом я вспоминаю, я же такая же была, ну, когда я была в употреблении, мне ничего не надо было, ничего не важно, вот, поэтому, да. Тут еще ключевое, видишь, тебе стало надо, часть людей владеет информацией, да, но им это не надо, им это не надо, они считают, что у них особые отношения с жизнью, и они проупотребляют без последствий. Нет, так не, так не бывает, так не бывает, я, тебя видишь, ты встретила человека, который в программе дал тебе азы, да, поддерживал тебя, это действительно, ну, не то, что ты до какого-то дна дошла, или у тебя последствием, ты наоборот, звезду словила на пацанках, фан-аудиторию, и решила, что, ну, буду потихонечку подтарчивать еще дополнительно. А тут еще же деньги, как бы, ну, я, как бы, на рекламе хорошо зарабатываю, и я понимаю, что у меня есть столько денег, иногда подтарчивать в свободное, как бы, время, и я, я очень рада, что пришел этот человек и показал мне, ну, развернул меня, поэтому, вот, вот так это все случилось. Мне всегда казалось, особенно в активном употреблении, что я не такая, как все, что я особенная, и что вообще это, этот мир не для меня, и это жизнь не для меня, и наркотики помогут мне облегчить мою жизнь, но это лишь... Ну, это твоя позиция жертвы, да, все время, вот, все плохо, ты страдаешь, и только под наркотиками ты не страдаешь. Да, вот тебе так кажется, но вот это быстро, оно все улетучится, и начнется тот период, когда, ну, уже саморазрушение настолько, что ты даже не заметишь, как, как будто, ну, ты никто, ты уже как будто ничего, ну, даже не животное, вот хуже. Ребята, я знаю, что вы 100% чувствуете себя, вот, как будто некомфортно в этом мире, но если просто попросить о помощи, если она действительно вам нужна, я надеюсь, она вам нужна, потому что, если нет, она вам скоро понадобится, в любом случае. Не посмотрел на меня красноречиво. Можно начать с клиники «Первый шаг». Наши двери всегда открыты. 24 часа в сутки, электролитный проезд 1, строение 3. Это первое. Второе. Не бойтесь обращаться, вот, пишите. Очень много, кстати, стало блогеров, которые действительно транслируют свою зависимость, как они борются. Да, я даже за Ксенией вот шаппу или как, да, правильно девочку зовут? Вот, я за ней наблюдаю, мне очень интересно, я надеюсь, у него все получится, вот. Поэтому просто не бойтесь попросить помощи и, возможно, все изменить, потому что я одно поняла, и когда пришла в сообщество, вот никто не поймет наркомана, как наркоман. И они действительно, они меня понимают, я там много с кем общаюсь, я слушаю, мне интересно. Это сможет изменить вашу жизнь, потому что жизнь такая красочная, на самом деле. Я вот сейчас, когда я езжу по заграницам, да, это я начала открывать Бали, вообще заграницу, да любую, вообще просто природу. Когда я перестала употреблять, я оглянулась вообще, что мир такой красивый. Сочи тоже стать в субтропике, если ты не в курсе. Там и пальма есть. Я же меня триггерит. Логично. Там я просто очень много проторчала, вот. Поэтому мир, на самом деле, очень интересный и классный. И вот эти все бабки, которые уходят просто на, да, там, какой-то минутный кайф, вы можете, блин, тратить на путешествие, как делаю это я. Теперь переходим к ответам. Да, ты действительно много раз даже ко мне обратилась, вот как так получается, что на хороших не тянет, а все время нужен хулиган, чтобы что-то там ожило внутри. Ну, давай разберем, какое у тебя было детство. Давайте. Ну, какое мне было детство? Я, ребенок, вообще по залету, то есть, мне не были женаты. Нежеланный, типа, ты хочешь сказать. Ну, я бы не скажу, что нежеланный. У меня родители не были расписаны, они не были в браке. Просто так получилось. Папа у меня был тоже плохиш. Он мне там угонял, перегонял машины, там темками занимался. Ну, то есть, мама тоже повелась на такого, какого-то плохиша, и он не был не готов, на самом деле, к какому ребенку. Просто случилось я, вот. Конечно, мама меня ждала, я бы не сказала, что она там не... А у вас, как у тебя мама родила? 23. Вот. Она там не била живот и не говорила, нет, не выходи. Нет, меня очень ждали, хотели, но я не планированная, как обычные, там, да, многие детки. Всяко бывает, да, за рекорд. И в один момент все, я просто, я, та девочка, я с самого маленького детства, я без папы, я вообще не знаю, что это такое. Вот я узнала, что такое папа, это вот с фильмов, когда мне уже было сколько, ну, лет там 10. Десять семью показывали. Десять семью показывали, да, что все не бывает, папа. Что вообще что-то, что может папа приходить домой, обнимать своих дочек. До этого я же вообще не понимаю, ну, я не знаю, что это такое. Я правильно понимаю, он в своем детстве не присутствовал, своим воспитанием не занимался. Вообще не было. А что, он в тюрьме сидел, просто ему было неинтересно. Ну, я с ним встретилась первый раз в лет 13. И, короче, вот я помню этот один фрагмент, 13 лет, он бухой, включает мне песню Натали, раз в 10. Лепсу, что ли? Да, проси мои печали. Натали, да. Я прошел, чтобы сказать тебе прости, и он этот сидит, плачет, мне поет бухой. Это единственное, помню его в своей жизни, все. Как было в детстве, когда я немножко подросла, мама звонила каждый раз ему и говорила, ты придешь, поздравишь ее с днем рождения? Каждый раз говорил, да, приду. Я каждый раз его вот это ждала, я отмечала этот день рождения там с друзьями, но все, его не было, он не приходил. Он не приходил ко мне и все, вот забил на меня. Я росла в семье бабушки и мамы, вот две женщины. То есть мама не препятствовала общению, у папы не было потребности? Нет, папа просто обещал каждый раз прийти, да мама сама уже не звонила. Тебе очень обидно сейчас об этом говорить. Не очень обидно. Наверное, прям разрывает. У меня, то что у меня не было отца, это вообще для меня, ну, как бы, раньше я это не оценивала как боль, потому что я не знала, что это такое. А потом, когда я увидела, как у других девчонок, папы любят, я даже, что я делаю, я хожу по улице, и когда я вижу папу с ребенком, я даже снимаю их на видео, ну, то есть настолько это меня, мне от этого не так уж сейчас больно, ну, неприятно вспоминать то, что, ну, его вот просто не было еще, вот его не было, ему было плевать, абсолютно на него. Мама как-то пыталась личную жизнь устроить? Вот тут и пошло и поехало, так как мама, мама мне молодая, во-вторых, не только молодая, нужны деньги, да, красивая, нужны деньги нам, ну, у меня ребенок, он как бы, папа не помогал вообще деньгами, то есть он все, вот он все, вообще, да, он изолировался, и все, и его нет, как бы, а что там с ней, что там с ними, вообще просто, все, и мама уехала в другой город вообще зарабатывать деньги, это я тогда была вообще малышкой, вот оставила меня на бабушку, короче, воспитывала меня, и вообще, наверное, считаю своими родителями, вот прям родителям, мне кажется, бабушка меня меняла и папу, и маму, бабушка одна, дед не было, не было, деда, дед тоже, вот у них, как у нас какая-то мужская линия слабая, все через женскую идет, все изменяли, и вот, что папа моей маме изменила, она его, нет, он просто ушел, но он ушел, но у него были загулы перед этим, то есть были загулы, и поэтому, как бы, мама хотела и потерпеть, подумала, может, мало ли, там, ребенок только, и дед такой же, и дед изменил бабушки ушел, да, знаешь, какая слабая мужская фигура в твоем поле, у тебя, вообще, мужчина, понятие одноразовое, да, вот, изменил, ушел, вот, на него нельзя опереться, это пустое что-то, мужчина, да, у меня все, вот, бабушки, даже, и мне даже бабушка, что единственное, она вот все говорила, все, мужика, вот так, он тебе нужен для определенных целей, они все козлы, они все изменяют, она мне, без кого на тебе установку давала, что мужчина, это источник чего-то, да, что нельзя, там, долгосрочное отношение, там, любовь, а именно, что-то с него поиметь, да, это уже мудрая бабушка тебе, такие установки давала, вот, ну, она, у бабушки тоже травма, она же, вот, там, очень любила дедушку, ну, короче, там, тоже история просто трэш, и вот такая у нас у всех по женской линии несчастная такая любовь, меня мама уезжает, оставляет на бабушку, я, я как бы, как бы бабушка мне держит в строгости, но я уже аккуратненько в эти плохие компании, где были и наркоманы, и вот эти все, кто сидел. А разве бабушка и строгость совместима? У меня воспоминания о бабушках, что можно все. Не, у меня бабушка видела, если я где-то загуливала, или я приходила от меня сигаретами, она мне прям нормально там иногда выдавала. То есть, опять, история насилия тоже бесконечная? Бабушка тебя поколачивала? Ну, как она кричала на меня как-то, но мне тогда казалось тоже, что я этого заслуживаю, потому что, ну, я начала там и курить, покуривать, и гулять где-то, и вот. Это мы сейчас про какой возраст говорим? Насколько курить я в... Сигареты я в лет 13 начала курить. То есть... Я понял. Сигареты в моей жизни были. Наркотиков не было, но сигареты были. Мне как бы было интересно. Ну, как любому подростку было интересно попробовать. Часто куришь. Я курилки курию. Ну, хочу тоже вообще. Я вообще хочу очень... То есть куришь, просто ответил на вопрос. Уже что это не имеет значения? Нет, ну, не сигареты. Это как бы уровень. Да. Это шутка. То есть, появился отчим у мамы? Да. И? И она выходит за него замуж. Он очень не нравился бабушке, безумно не нравился. То есть, она ему даже один раз кастрюлю с шашлыком на голову одела. Прям демонстративно. И сказала, что ты в нашей семье не будешь жить. Потому что... Ну, действительно, во-первых, он был... Он выпивал. Он был белочник. И... Он был алкоголик. Настоящий алкоголик. И проблема была в том, что он меня никак не обижал. То есть, он меня... Думал, что он меня любит. Разве что-то проблем, что тебя отчим никак не обижал. Наоборот, это... Так, слушай, мне... Я считаю плюс. А мне было тяжело того, что он обижал маму, а я, с этим, ничего не могла, понимаете, сделать. А что убил маму? Да, у него начиналось белки, горячки вот эти. И он ее закрывал. Начинал взбивать. Считал, что она ему изменяет. Ну, короче... Брет ревность алкоголик. Да, просто белая горячка. И в эти моменты я уехала от них жить. Я не захотелась от них жить. Я вернулась к бабушке, где мне хотя бы как-то спокойно, хоть более-менее на душе. Я не знаю, что я сейчас буду опять просыпаться под крики вот эти вот своего отчима. И в итоге я уезжаю к бабушке, но происходит такая ситуация другая, где мне просто мама звонит. И я не знаю, она мне звонит, спросить, как дела, или в очередной раз плакать и орать, спаси, он меня избивает. То есть вот эти были моменты, мне было очень тяжело. Я еще... У меня она просила не говорить бабушке, потому что у нее плохо сердце. И я опять на себя вот это в детском возрасте взяла. У меня парень вот этот ненормальный, у меня мама с отчимом, и вся ответственность на мне. И я в этот момент считаю, что да, я должна вот за это все отвечать. Почему у меня такое было, я не знаю, как это вот... Они все живут вместе, что с белоченьком, я прям переживаю. Нет, 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 все. Мама же от него тоже сбежала в Москву, потом я повторила вот ее... Судьба у нас идентичная просто история. Да, да, вот такая история, когда жизненные сценарии прям очень сильно повторяют. Просто повторились. Ну, сейчас у мамы все хорошо. Да, все хорошо, у нас вообще сейчас, у нас замечательные отношения. Я вообще, когда поработала с психологом, потом поработала в терапии, я очень много ее винила. То есть у меня была, она во всем виновата, она меня бросила, она там... А сейчас ты ее поняла, да? Я ее, наверное, вот простила, отпустила, и я не скажу, я не буду вам сидеть врать, я ее обожаю, люблю как мамочку. Нет, я отношусь к ней подруги, я ее уважаю. Сейчас мы вышли на другой уровень, но у меня нет любви сумасшедшей, как от дочери к маме. Я об этом ей могу спокойно сказать, и это абсолютно для меня нормально, потому что мне психолог сказал, родителей любить, ну, как бы, не обязательно, вы не обязаны любить своих родителей. Да, действительно, люби себя, чихай на всех. Советы от психолога. Вот ты бросила сейчас меня таким громким словом, любить, прочее, а что для тебя любовь тогда, я, может, прошу? Любить родителя своего? Кого угодно. Ну, слушайте, если братья любовь, то это... Или выкручивайся, отвечай. Как правильно, или как вы не однажды? Ну, вот, 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 как ты понимаешь любовь, вот, что такое любовь? Ну, вот, у меня всегда, я вообще понимаю, что любить это безвозмездно, ты не должен ничего ожидать, ты должен любить человека, вот просто за его существование. но я не из этих я не из этих людей я никогда этого не было я жду что но он обязательно что-нибудь случится что-то случится я жду у меня очень высокие ожидания всегда когда я вообще никто не встречался кого можно было любить ну и животных только все я люблю от свою безвозмездно собаку остальных я не знаю мне кажется всегда что за порода что за собак русских поняли мне они такие шустры до активные я его обожаю соскучись до которых уж это да уж и длинные да прикольные совали офигенно вот у меня талисман я тоже с ним сейчас отвлекаясь на него как-то мне очень кажется что я никогда не вернусь я никогда не будет вот этой вот нормальной стандартной любви семьи как у всех ну то что я уже не для этого как бы не создана у меня все равно мне нужны эмоции я этим живу я стараюсь с этим работать возможно я когда-то приду к тому что у меня будет спокойный муж они но пока нет пока таку пока таких желаний нет пока вот хочется вот так пока мне так комфортно пока я это вывожу спасибо за честно спасибо тебе за вот такой разговор действительно твоя честность безумно подкупает ты человек открытые мы видим как ты травму прикрываешь смехом на самом деле я понимаю что еще очень много боли проблем и не почат край работы какие планы на жизнь поделись ну если можешь чем-то ой мне очень много планов я в я сейчас такому свободном плавание развивать блок мне очень хочется помогать как-то хотя бы своим опытом зависимым я с удовольствием я хочу это продолжать транслировать своем блоге приходите ко мне смотрите ребят я только рада буду если я помогу хоть как-то своим примером одному человеку вот и у меня еще очень очень много впереди работы то есть я не беру на себя вообще такой ответственность лишь раз народ до выздоравливать я очень хочу стать прямо вот осознанно и вот это выздоравливающий духовно это вообще ну ты понимаешь что это не прыжком делать конечно это очень потихонечку шаг за шагом путь верный усилия замечательные ты уже сама получаешь обратную связь от жизни до что ты другая но работы предстоит много да все работайте продолжать наконец-то и сейчас я знаю что такое не сухая трезвость то есть я понимаю как можно жить в трезвости туда и получить удовольствие в том что мы-то много живем в трезвости нас телепает вот так вот просто вы же вы понимаем что нам плохо здесь я хочу прям выйти на тот уровень когда трезвость это вообще просто такая я очень жду этого и готова работать готова работать для меня это сейчас вот прямо с одной из первых а дальше все постепенно я думаю пойдет ее семья какая-то и ну зачем нам какая-то все же хорошо вот я очень хочу мне кажется стать мамой но я очень боюсь мне кажется я вообще возможно и не стану мамой если честно потому что у меня очень большой страх чтобы я не хочу одна ребенка воспитывать то что я знаю что такое быть быть без отца и вот это все и вот это меня постоянно триггерит но это короче работать надо с психологом чтобы это как-то прийти к тому что это не страшно что возможно но пока мне страшно в это все эти вот спасибо очень достойные планы мы тебя соответственно готовы во всем поддерживать спасибо мы обязательно подружимся обменяемся контактами если какая-то помощь нужно будет никаких проблем ну что история непростая вы видите как прописывается жизненный сценарий как он повторяется в поколениях вы также видите что такое наркотики очень четко описано то что я до многих людей доношу что даже один раз может бесконечно испортить вашу жизнь вы будете это вспоминать к этому стремиться а многие после первого раза выйдут на систему если для кого-то это послужит предостережением он не понюхает на вечеринке эту гадость будет прекрасно мы будем считать вместе с анастасией что до свой вклад мы внесли я хочу тебе пожелать успехов выздоровления ты большая молодец что ходишь на группы и меняешься идешь по шагам в принципе это исключительно рабочий инструмент при наличии мотивации и при желании результата я все это увидел и считаю что у тебя все перспективы очень достойно и трезво прожить эту жизнь спасибо я тоже очень благодарна было очень приятно познакомиться теперь и вживую да я настоящий так же как и анастасия мы оба настоящее настоящий